Добрый день дорогие ребята! Дорогие мальчики и девочки, прошло уже два месяца, как вы проучились в нашей самой лучшей, в Ключевской средней школе номер один. Вам нравится в школе? Да! Хорошо. А мы вспоминаем, какие вы были маленькими, прям пришли, совсем крошечные. Вы всего боялись, сейчас вы уже уверенные в себе. Настоящие первоклассники, хотя сегодня мы вас еще только посвящаем. У настоящих первоклассников Ключевской средней школы номер один. Желаем вам хорошо учиться, только на 4 и 5. Радовать своих родителей. А мы, взрослые, учителя, мамы, бабы, бабушки, дедушки, будем вам помогать во всем. Ну что, дорогие ребята, начнем наш праздник? Тогда давайте напомню вам, меня зовут Марина Николаевна, а вот вас я почему-то забыла как звать. Ну кого-то знаю, кого-то нет. Я хочу, чтобы сейчас на счет раз, два, три каждый из вас назвал свое имя. А ну-ка я считаю, а я послушаю и вспомню, кого же я забыла. Итак, на счет раз, два, три. Считаю. К вам громко свое имя должны подключать. Раз, два, три. Не услышала. Еще раз. Раз, два, три. Спасибо. Вот теперь, вот теперь я услышала каждого. Ну что ж, первоклассники, так давайте вспомним, а как же все начиналось. Вспомним. Вспомним. Тогда я с удовольствием под ваши аплодисменты приглашаю на сцену Саулина Данила. Поднимайся, Данил. Поднимайся, поднимайся. Ко мне подходи. К родственному Елизавету. А мы аплодируем Руденко Максима. Громче, громче, громче. Доржавый отек поднимается на сцену. Матвеенко Лиза. А где Лиза? Нету Лизочки? Где? Да. Макаров Слава. Где Слава? Стоит уже. Кого я представляю? Машите ручкой. Суп-поплак, помаши себе ручкой. Кудрянка Маша. И Сироткин Матвей. Давайте поаплодируем. Сейчас они расскажут, а какие они были, как все начиналось. И что сейчас? Готовы? Ну, Данил, слово тебе. Починай. Мы дошкольниками были. Мы ходили в детский сад. И из глины мастерили. И лошадок, и зайчат. В большой и светлой школе. Для всех открытая дверь. Мы все пришли учиться. Мы школьники теперь. Очень я хочу учиться. Обещаю не лениться. Я всегда к семи часам просыпаться буду сам. Буду я внимательный, чтобы все знать. Значит, обязательно будет пять. В школе все товарищи и друзья. На уроках, зная я, спать нельзя. Мы научимся читать, рисовать, писать, читать. И всегда по всем предметам получать мы будем пять. Чтобы врачом, моряком или летчиком стать, надо прежде всего математику знать. Без грамматики, друзья, нам прожить никак нельзя. Не составить телеграмму и открытку не отправить. Даже собственную маму с днем рождения не поздравить. Одиннадцать лет мы будем учиться. Не будем лениться. Мы будем трудиться. И от школьного порога в жизни откроется дорога. Машинисты и ткачихи, тарактористы и врачи, весорубы и шахтеры, космонавты и актеры, водолазы и певцы, повара и кузнецы всегда, когда-то в первый раз приходили в первый класс. Еще громче аплодируем нашим милом праздникам. Да, ребята, когда-то все случается в первый раз, первый раз, первый класс. Сколько у нас талантливых мальчиков и девочек пришло в этом году в школу. Я с удовольствием приглашаю на сцену прекрасного мальчика, ученика первого П-класса, Руденко Александра. Вы сейчас убедитесь, какой это талантливый мальчик, как он здорово поет. Саша, как называется, поднимайся, как называется песня, которую ты будешь исполнять, знаешь? Тогда я скажу сама. Учиться надо весело. Руденко Александр, аплодисменты. Дорогу, девчонки, дорогу, мальчишки, по весенке знамей вся кайта смеленья. Чудесные встречи и добрые пушки ступеньками будут надеть. И песенка, и песенка в дороге пригодится. Учиться надо весело, учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо может. По весенке знамей вы сможете скоро в мастичной, доступной морской глубины спуститься под землю, забраться над горы и даже дойти до луны. И песенка, и песенка в дороге пригодится. Учиться надо весело, учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Саша, браво, браво, браво! Аплодисменты Александру! Проходи, Сашенька, в зал. Это чудесное исполнение. Ну что, готовы стать настоящими первоклассниками? Да! Ну тогда, чтобы стать настоящими первоклассниками, надо быть очень-очень внимательны. Поднимите руку, кто из вас внимательный? Все. Кто-то сомневался. Да, я не сомневаюсь, что вы все внимательны. Но я все равно решила вас проверить. Сейчас я вам буду читать текст, а вы должны будете отвечать мне словам. Это я, это я, это все мои друзья. Запомнили? Это я, повторим. Это я, это все мои друзья. Ну будьте внимательны. Текст с хитринкой. Готовы? Да! Кто из вас хранит в порядке, будет... Хранить в порядке будут книжки и тетрадки. Да! 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 Друзья! Да! Хорошо, а? А ну-ка, кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? Да! Да что вы! Кто это я, грязный до ушей? Молодцы! Ну я же говорю, я смотрю, кто внимательный. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? Кто ты, Ярослав? Нет? Ах, Ярослав, Ярослав. Кто из вас в игре в футбол забивает в окно гол? Кто уже в окно гол забивал? Третий Б забывал? Жаль. Кто из вас сегодня тут умудрялся ловить мух? Я! Это я, это я, это все мои друзья? Да! Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру? Я! 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 Ну вот это здорово! Давайте поаплодируем самым спортивным, самым здоровым мальчикам и девочкам. Ну что, дорогие, первый А и первый В класс, у нас два больших замечательных класса, настало время представиться. Кто вы, первоклассники? Как вас звать? Итак, я прошу встать со своих мест, первый А класс. Поаплодируем первому А классу. Итак, давайте узнаем. У нас у каждого класса есть свое имя и свой девиз. Итак, кто же такие? Первый А класс. Слово вам! Наш отряд. Слово! Наш девиз. Давайте умеяться, давайте дружить, давайте учиться и весело жить. Аплодисменты первому А классу! Спасибо! И я поняла, у нас командир уже есть в классе, или еще не выбирали командир? Нет! А кто командир первого? Давайте, Маша, выйди сюда, пожалуйста, пусть на тебя посмотрим. А посмотрят. Итак, командир первого А класса, Мария! Аплодисменты! Удренко! Доходим, Маша. Что? Слово предоставим первому Б классу. Поднимаемся со своих мест первой классики. Итак, готовы? Слово вам! Кто же вы у нас? Первый Б. База! Наш девиз. Если вы, джигная масса, не на свете лучше класса. Маша! Нет на свете лучше класса. А командир кто у вас? Кто? И представьтесь, и вас, девушка, я не знаю. Кто вы? Матвиенко Лида. Так, аплодисменты командиру первого Б класса. Матвиенко Лида! Проходи, Лидочка, класс. Ну вот, теперь мы знаем друг друга очень хорошо. Ребят, ну в школе, конечно же, конечно же, бывает всякое. Да? Вот кто старшеклассники здесь у нас походит? Они знают, что ребята получают и пятерки, и получают и тройки, и получают и двойки. Но все хотят хорошо учиться. Все хотят? Да! Я вот сегодня хочу, чтобы вы тоже получали, пожелательно, чтобы вы тоже получали только хорошие оценки. Первый класс еще оценки-то не ставят. Вы знаете об этом? Да! И вот сейчас вас пришли поздравить учащиеся третьего Б класса. Они вам сейчас и покажут сценку. Опять двойка! Встречаем третий Б класса! Аплодисменты! Встречаем третий Б класс! Как же снять фильм? Я режиссер. Снять фильм. Великий фильм. О чем же он будет, ребята? Я не думала, он будет о школе. Или он будет называться опять тройка. Думаю, первый. Опять тройка. Мама, я получил тройку. Отец, наш сын получил тройку. Как наш сын получил тройку? Это ужасно. Стоп, стоп, стоп. Вот что-то тут не то. Что-то тут не то. Мне кажется, как-то повеселее. Опробуем? Да. Попробуем. Думаю, второй. Опять тройка. Мама, мама. Мама, я получил тройку. А дед, наш сын получил тройку. Как наш сын получил тройку? Это ужасно. Стоп, стоп. Опять что-то не то. Вот что-то не то. Не должно быть веселья. Надо что-то потрагичнее. Давайте сделаем так. Сначала паспортивнее. Согласны? Поймем. Паспортивнее. Дубль тресет. Опять двойка. Папа, папа, я получил тройку. Отец, наш сын получил тройку. Как наш сын получил тройку? Это ужасно. Стоп, стоп. Что-то опять не то. Вот теперь сделайте не потрагичнее. Потрагичнее. Дубль четвертый. Опять двойка. Папа, я получил тройку. Отец, наш сын получил тройку. Как наш сын получил тройку? Это ужасно. Стоп. Тойки не будет. А снова будет. Будет пятерка. Ура! Ну как вам наши артисты? Понравился? Да! С пускатом. Хорошо. Ребят, ну я пришла тоже сегодня к вам не с пустыми руками. Мне хочется посмотреть. Вы проучили в школе два месяца. Вы уже много знаете. Я сегодня привела в гости своих друзей. Они сейчас вам появятся наиграть. Только вы отгадаете загадку. Кто первый гость? В городе цветочном я живу. Коротышкой умненьким слыву. Вам желаю все старательно учить, чтобы жизни все хорошее творить. Как зовут меня? Угадайте-ка. Изобретатель Коротышка по имени... Знайка. Да вот не знайка как раз и не изобретатель. Знайка. Давайте поаплодируем. Знайке. Вот какой коротышка. А Знайка предлагает вам прочитать слова. Вот я сейчас и посмотрю, кто же из вас умеет читать. Читаем. А ну-ка, первое слово хором. Три, четыре. Отлично. А второе слово? Да. Третье слово? Да. Молодцы. Четвертое? Е. Пятое? Среди четвертого. Шестое слово? Да. И последнее? Е. Ребят, скажите, а как можно эти слова все заменить одним словом? Е. Правильно. Повернитесь назад. Поверните голову. Смотрите, вон они ваша семья, вон они мамочки, которые машут вам, бабушки и дедушки. Они за вас волнуются и будут вам ломаться все-все горда, сколько вы будете учиться в школе. Так что любите и цените, и берегите своих дорогих родителей. Давайте их похлопаем. Не вам, а не. Ну что, прощаемся со знанькой. Ну а к вам в гости приходит еще героиня. Очень интересная. Она тоже со своим заданием. Сейчас загадку отгадайте. Мы желаем без помехи грызть вам целый год орехи. Весело играть в галетки с праздником. Лесные... 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 А тут Белочка самое главное пришла. Но она пришла тоже не с пустыми руками, а с таким заданием. Сейчас я выявлю лучших математиков в нашей школьной стране. Готовы? Да. Отгадать мои задачи. Слушай внимательно. У пенечков пять грибочков и под елкой три. Сколько будет всех грибочков? Ну-ка подскажи. Восемь. Молодец, Маша. Восемь. На поляне у пенька еж увидел два грибка. А подальше у осин он нашел еще один. У кого ответ готов? Сколько ее? Ой, какие математики. Ну еще одна задачка. Расла одна береза, на ней восемь ветвей. На каждой по апельсину. Сколько апельсинов было на березе? Сколько апельсинов. О, неправильно. Неправильно. Еще раз слушайте. Расла одна береза, на ней восемь ветвей. На каждой по апельсину. Сколько апельсинов на березе? Сколько? Нисколько! Нисколько! А почему нисколько? На березе родятся! Правильно! Да потому что на березе не родятся апельсины! Эх вы! Ну что, ребят, продолжаем праздник? Да! Вас пришли поздравить ваши же первоклассники с суперпесней, которая называется «Сто сорок восемь принцев!» Встречаем Машу! Девчонки, выходим! Мария, Евгения, Валерия и Алена! Песня «Сто сорок восемь принцев!» Красающий рыб ты должен понимать, не причем здесь свое коварство! Песня «Сто сорок восемь принцев!» Начинаем кастинг! Песня «Сто сорок восемь принцев!» Песня «Сто сорок восемь принцев!» Песня «Сто сорок восемь принцев!» Станин «Сто сорок восемь принцев!» 148 принцев, съехала и в гостю. 148 принцев, нет, цветы несут. 148 принцев, ах, какое счастье! 148 принцев, ах, какое счастье! Нас в гостю. Начинаю костюм. Настоящий рыцарь должен понимать, Только где же он, где же его взять? Я тогда нашла, что ему сказать. Настоящий рыцарь должен понимать. 148 принцесс, сердце, лазборчу, 148 принцесс, детстве, принесу, 148 принцесс, какое счастье! Начинаю костюм. 148 принцесс, сердце, лазборчу, 148 принцесс, детстве, принесу, Это сорок восемь принципов, какое счастье. Сладкие принципы, начинаем расти. Это были прекрасные девочки первых, вторых и третьих классов. Давайте еще и поаплодельничаем. Понравилось песня? Да! Это хорошо. Ну а я, посмотрите внимательно, прямо сейчас, сейчас на экран, появляется прекрасная, прекрасная царевна. Ребята, а знаете, кто это? Я вам сейчас скажу. Это королева страны знаний. Посмотрите, какая она красивая. Красивая? Ну а как вы догадаетесь, что она пришла-то не одна, она пришла со своими подданными, но подданные в качестве загадок. Отгадаете загадок? Загадки королевы знаний. Первая загадка. У меня чудесный дом, все, что нужно есть в нем. А живут в доме дом книжки, ручки и альбом. Книжки, ручки, то я в клетку, то в линейку. Написать на мне сумейка, можешь и нарисовать, что такое я. Если ты его отточишь, нарисуешь все, что хочешь. Солнце, море, горы, пляж. Что же это? Молодцы. Друзья, ну и еще пришел вас поприветствовать главный лесовичок. Давайте поаплодируем лесовичку, смотрите, какой красивый. А он попросил, а я хочу с ребятами поиграть в игру, которая называется «Доскажи словечко». Доскажем? Да. Сено хоботом берет толстокожий слон. Слон. Молодец. Мисс Глотушка. Кто любит по веткам носиться? Конечно, рыжая. Нет. Молодцы. В чаще голову задрав, воет с голоду. Володцы. Молодцы. Волны. Смотрите, как вы хорошо знаете животных. Кто в машине знает толк косолапой буры? Медведь. А я думаю, вы скажете, волк. Медведь. На заборе поутру любит кукарекать. Петух. Петух. Спасибо. А вы, надеюсь, не любите кукарекать? Нет. И то, что вы любите кричать, пищать и визжать, я в этом убедилась. Особенно на переменах. Ребят, ну еще вы любите здорово танцевать. И я знаю, что девочки первого Б-класса приготовили супертанец специально к этому дню. Приглашаю на сцену наших танцоров. Девчонки и мальчишки. Выходим! На дружку с мамами страшно. Страшно светить черного газа. Не поделись, не по пути веку. Сами собрали свои рюкзачки. Смятом идут с малым мобильником. Шел, дорог, пятца, грустники. Эй, смотрите все на нас. Мы идем в первый класс. Первый, значит, большой класс. Пропустите нас. Первоблажки, супероблажки. На ступеньках школы суета. На ступеньках школы. На сталушку с мамами страшно. Сразу встретить черного газа. Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. На ступеньках школы сана. Стço светить черного газа. В первоблажки, супероблажки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Клянусь! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok